Музыка Информационный день. Телеканал Беларусь-2. Распочинает информационная программа. Репортер телерадио компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. Доброй ранецы. Митинг на Аллее Героев. Открытие оглядной вежи и презентация города будущего. У Гомеля отзначили 72-ю годовину вызволения от нацистских захопников. Наши корреспонденты наведали наибольшь значное мероприемство. Аллею Героев у Гомеля открыли в лепени 2013-го. У композиции помник воину вызволителю, плиты с прозвищами загинувших солдат и офицеров Червоной Армии, а так само стелы с именами Героев Советского Союза и полными кавалерами Ордена Славы. Одны из них – уроджанцы Гомеля. Иншые вызначились у боях на территории в области. Герой Советского Союза Федор Коченка гэтое звание отрымал за проведение диверсий супрыц захопников подчас находжения у партизанскім отрадзе. Яго внучка Вольга зараз является студенткой юридичного факультета и марить працавать у следшим комитете. Федор Коченка помёр, коли ёй было усяго три годы. А тому об яго боевых позвігах дзялчина ведая пеш за усё по рассказах батьков. Командовал подрывной группой, в состав которой ходило пять человек. За время его командования подрывная группа пустила под откос один бронепоезд, десять эшелонов. Об великой адшиной у Гомеля сёня памятують не только иллюзии. Наглядные веджи, якая знаходится на территории Палацево-Паркового ансамбля, до нашего часу заховалися следы от снарадов и куль. Подчас святкования 72-й годовины вызволения Гомеля, веджу знову открыли для наведывальников. У администрации ансамбля лечать, что объект будет запотрабованным сирот гомельчан и туристов. Дарыш и сёня вежа одна из самых высоких побудов у городе. Ее вышиня 40 метров, а таму сверху добра башны у весь областный центр. Гомельчане сдолили не только одновить практически полностью разборанный город, а лей зарабили его одним из самых пригожих у Беларуси. В 2007 году, когда закрылась башня обозрения по техническим причинам, было очень много пожеланий, жалоб, почему она закрыта. И на протяжении всех этих лет к нам поступают просьбы, пожелания, когда она откроется. Поэтому я думаю, что она будет пользоваться спросом, потому что это очень оригинальный объект. Центральную идею селетнего святкования 72-й годовины вызволения Гомеля можно сформулировать наступным чином. С пляцовки для боевых деяний Гомель перетворился у пляцовку инновацийную, причем у самых розных сферах. Навученцы гомельских школ, наприклад, пропоновали своё бачення Гомеля празд 200 годов. У студентов техничного университета планы не такие отдаленные. Зараз я не распрацовують специальную программу для мобильных телефонов, якая дозволить ознайомиться с историей гомельских улиц, які названы именами героев, а так само непосредно злёсами гэтых людей. Проект достаточно интересный, ну и достаточно сложный, в принципе, для них оказалось, потому что ребята второго курса, они ещё некоторые технологии не до конца изучили, то есть в процессе изучения они сделали такое-то мобильное приложение. Урочистый сход на день вызволения мероприемство у Гомеля традиционное. Правда, каждый раз организаторы имкнутся заробить его неподобным на попередние, но при этом обовязково цикавым и запоминальным. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Депутаты Гомельского областного совета затвердили концепцию программы развития живого годовли у Гомельской области наперед до 2020 года. Головная мета документа – повышение эффективности галины за кошт вытворчасти конкурента с дольной продукцией. У приватности на протягу пяти годов и творчость молока плануется повеличить на 35%, мясо птушки на 37%, буйной рогатой живёлы на 24%. Накольки реальные гэтэ планы можно мерковать по посяжению облы канкама, на яким проанализованы выники работы живого гадавчага комплекса у гэтым годзе. Олег Сентюров потекавился досягненними галины. Небось картошечку-то все мы уважаем, особенно когда с сальцом её намять. Что не кажи, а Владимир Высоцкий ведал гастрономичное густо людей, а вот специалисты агропромыслового комплекса Гомельской области ведают, як гэтэ густо задоволить. Бадай самое значное досягнение живого гадавчага комплекса Гомельской области – надои молока. Як чакается, по вынеках года, ягу будзе отрымана 1 млн 12 тыс. тонн. Такий пакашчик у регионе был досягнутый только одной, чей – у 1990-м. У областном комитете по сельскому господарству и харчаванне называют некаких причин терот основных забеспечения галины якосными кормами. Досягнение тем больше значное, что на дворе у гэтэм годзе выконанию планов по корму нарыхтовцы не спрыяла. С учетом, вы видите, насколько климатические условия Гомельской области последние годы нас испытывали, так скажем, но с той стратегией кормопроизводства, которая принята в области, усиленное внимание уделено посевам кукурузы, которая, конечно, дала свою отдачу, мы позволили обеспечить себя кормами. Ну и вот уже второй год мы стабильно обеспечиваем поголовье скота полноценными комбикормами. Бадай самой проблемной сферой на Гомельщине оказался свиногадовля. Причины у основном объективные. До этого часу уплыв оказывает наступство африканской чумы свиньев. Хоть по великим рахунку проблем хопая не только тут. У господарок нема сродков, как за властный кошт будовать новое сучасное жывелогадовче комплексы, а кредиты каштуют веньми шмат. Як, даречи, и сами новые фермы. А почня за открытых у экс-базы Пянчин Будакашалевского района на 600 голов обышлась господарцы больше, как у 100 миллиардов рублей. У такой ситуации сегас предприемство имкнуться обыходится уластными силами и демокчима реконструивать помешкание пободаванное раней. Это скровый приклад, колгас 52 кастричника Реческого района. Тут господаршим способом одрамотовали комплекс на 3000 голов, усягоза 4,5 миллиарда рублей. Теперь на им отремлюсь молоко только готовку экстра. Продукция вся с ортом экстра. Все молоко реализуется с этой фермы, поэтому и прибыль от этой фермы возрастает. Если раньше был высший сорт, то теперь сорт экстра. Как ожидается, программа развития жевелогадовли Гомельской области на наступные пять годов будет затверждена у соковику 2016-го. Причим, у Абалска-Льгасхарча планует поэлечить предупрежденные показчики еще на несколько процентов. Есть все подставы мерковать, что эти планы будут реальными. Олег Сентюров, Игорь Мариченко, Евген Макеенко, Галя Радокомпания Гомель. То, что у податковой инспекции Гомельской области працуют не просто профессионалы, а и соправданные жанчины, николи не было сумненнив. Яшчэдным доказом гэтага стала перемога представниц Гомельской службы на республиканским конкурсе профессионага майстерства супрацойника у податковых органов республики, выники якого подвели недавно у Минску. Як проходзе у конкурс, и ке выпрабаванню довелось и передолец ягодзельницам, что было самым тяжким и учим сакрет поспеху гомельских инспекторов. А так само, змены у податковым законодавстве и ке прогнозы можно зарабіць на 2016 год. Прагэта подзе размова у студы чарговага выпуску телешоу «Добрый вечер, Гомель». У другим блоку программы анонс музычнага проекта «Аэростат» и ке на днях адвудзеце у Гомелі. И музычные подарунки для ателя глядачоу ад артыста у Гомельского продюсарского центра «Артбис». Глядзіте «Добрый вечер, Гомель» сёння у 19.01 на ателеканале «Беларусь 4 Гомель». У картинной галереи Гаурила Вашенке открылась выстава «Экспериментус». Гэта незвычайная экспозиция приборов и прилад, дякуюча, ким наведвальники могут отшуться беда следчика медзивного и шматгранного света физики. На выставе «Экспериментус» представлена великая колькасть экспонатов, яке не только можно, а ля нават и треба кранать, крутить, натискать. Выставочные объекты наглядно демонструють разные законы физики, природные зъявы, аптычные иллюзии, принципы працы технічных прилады, многое іншее. Шар плазма, велизарные шахматы, лесвецы якаба, беспроводная передача энергии, калыска Ньютона, прибор для вымярення зарада тела человека. И гэта тольки малая частка, представленных на выставе оригинальных экспонатов. Усе они з'являются саморобными и выкананными руками столичных умельцев-энтузиастов, и ке, до речи, нават немают физичной аддукации. На выставе «Экспериментус» можно цікава, займальна, агалонная, пазнавальна, провести свой вольный час усёй сямьёй. И гэта была пошня информация выпуска. У студии працевала Наталья Игнатенко. Удалага вам дня и до новых встреч и эфиры.